и снова здравствуйте дорогие друзья мы продолжаем наш тренинг по специальному мануальному массажу и сейчас расскажу о том как мы работаем со столом точнее с нашим собственным телом и несколько лайфхаков по поводу по поводу вашей филигранности работы ну первый лайфхак это то что мы не льем масло на пациента льем аккуратно себе на руку на локти если надо нам локти смазать и только потом накладываем эти руки на нашего пациента накладываем потихонечку с касания начинаем потихоньку внедряться в его тело минуя препятствия его собственного подсознания потому что иногда особенно если человек новый для вас да он иногда сам сознательно говорит да я все готов делать он ломает крути меня как хочешь а подсознание бывает иногда блокирует это состояние иногда противится тоже для него как внедрение инородного тела доходим уже через кожу до мяса там до суставов и костей все глубже и глубже наша работа идет от общего к частному и углубь углубляется поэтому отказали начинаем второй принцип это мы постоянно человек на столе до моего постоянно все приемы с вибрациями говорил когда что в отличие от других массажей сюда включено ну и специальные приемы вибрационные да вот таких и когда мы с ним работаем его тоже постоянно раскачиваем за таз еще покажу легкое раскачивание она помогает разблокировать внутреннюю группу мышц особенно именно вот от таза глубокое тазовое дно позвоночник начинается и 5 с 1 до и потихонечку нет волна по всему телу то есть мы постоянно его раскачиваем с отрицаем это второй третий принцип это все наши движения начинаются и заканчиваются в каком-то определенном месте если мы начали с одной зоны дошли до другой зоны да то там же мы продолжаем следующую следующий прием если мы начали мышцы от начала проработать то доходим обязательно до конца очень многих это вот важно на самом деле потому что очень многие бывают ошибки они поделывают чуть-чуть тут потом еще здесь потом пойдут клиенты с этим поделать потом так подойдут хрестом и делают не суетитесь не суетиться делать все плавно от одного приема к следующему от одной мышцы к следующему от одного сочленения это допустим бедра к икроножному городножим мышцы да к голеностопу то есть постепенно переходим этот третий принцип и четвертый это вот именно не суетиться в том плане что мы стоим вокруг стола относительно человека всегда с одной стороны с какой работаем ну принялись там часть например ягодиц до плеча работать да эту зону обозначили для себя у нас . дань тянетал которая на 30 ниже кубка по китайской терминологии там же находится вторая чакра она же для нас как специалистов физического труда является воплощением энергии через физику передаем мы как бы оздоровительный эффект человеку и соответственно наш импульс рабочим тоже идет больше туда вот я уже начинаю делать некоторые движения из цигуна сейчас мы перейдем непосредственно практике цигуна и соответственно пока мы не обработали эту зону мы не обходим вокруг человека а если нужно обойти да то желательно вот еще один принцип не отрывать руки от человека минимум поэтому ваши флакончики там с маслом должен стоять либо рядом по другой то есть вы оставляете эту руку до на человеке и только взяв флакончик наносите там масло на следующий участок либо некоторые делают такой специальный пояс есть ну как флакончики сюда вставляются с маслом любыми другими средствами с кремами с обезболивающими если нужно обойти человека дату мы работаем там ну хотя хотя бы если у вас в голове нету что мы конкретно делаем то хотя бы раскачиваете за таз либо за плечи вы раскачиваете обходите вокруг человека и начинаете нам следующий прием уже с другой стороны производиться вот вспоминаете когда мы ноги делали спереди да нам нужно было ногу когда загибали так вот обрабатывают участие с этой стороны то есть мы с противоположными мы работаем с ногу который поближе да то есть с этой стороны да да но когда мы развернули вот так раскрыли да обходя мы массировали носу основные помните одну руку запустили массируют а вот это будет наша рабочая рука это не отрываясь все еще работает только потом по ноге мы начнем прожимать не отпускаем человека перешли к следующему приему это же рука держит за пятку но года поднимает и переходим к следующей ноге я следующему вы открыли ну там просто сняли для той части которая нам нужна и работа это пятое и шестое это минимум нагружаем себя то есть принципе соблюдаем все принципы экономики то есть тут во первых вот в этом хождении вокруг то что сейчас рассказывал уже заложено принципе экономики то есть мы экономим время человека который оплатил его до как бы ни секунды без массажа движений а на самом деле лечебный эффект уже идет просто того что мы возложили руку свою да и даже если как бы нам хорошо ничего не делаем все равно ведет проникновение лечебный эффект все равно идет тепловое воздействие нашего энергетического поля и середина ладони из кончиков пальцев то есть мы постоянно как бы работающая и в этом же принципе заложено что если мы работаем помните там сягодицы например работы до 2 рука тоже не бездействует она дает вдоль позвоночника до либо трапеции либо вдоль позвоночника идет навстречу локтю который производит свои собственные движения и также вот тогда грудную клетку мы тоже делаем там прожимаем вот эти вот места крепления мышц к грузине по поводу энергии нашей мы стоим не просто как в копной прямых ногах и когда нагибаемся соответственно практически весь рабочий день на гнутом проходит это опасно для нашей собственной поясницы статическое вот это вот напряжение оно самое опасное поэтому мы выбираем статику вообще из собственных движений да мы делаем мы работаем на динамике динамика это соответственно уже физические упражнения это уже в фк для нас самих то есть мы сами себя тренируем соответственно не можем в этом плане себе в этой ситуации мы себе уже навредим поверьте это серьезно потому что у меня тоже были случаи когда я от работы с человеком говорю ну все вставай а сам и не могу распрямиться зажало так что я до дома добирался еле-еле по стеночке в метро вот так вот на меня видно странно смотреть а я еле вот так дошел до дома ну слава богу потом отлежался на специальных таких валиках я уже испугался думаю грыжу самого выскочил это не грыжа была я слава богу это просто мышечная блокада они сами от перетверждения воспрепятствовали мне одевись я простоялся такого немножко столь практически да да не один сеанс мы там один за ним ну да подготовлен не разогретый кстати по поводу неразогретых кистей это очень тоже часто бывает когда вы вывикиваете себе запястье или там палец большой палец можно вывикнуть поэтому желательно с утра хотя бы да это в нашей практике массажный должно обязательно быть включено ну давайте потребует населки кистей может даже не строя с места соответственно просто берем и прямыми руками раскрываем пальцы максимально растягиваем по кругу большой оборот во все стороны внутрь пальчиками поджимали быстро-быстро на сжатие теперь с усилием как будто выжимаем эспандр пальцы сильно-сильно скручиваем и сворачиваем в кулак а теперь сильно растягиваем распрямляем до прямых пальцев а теперь тоже самое только пальцы у нас прямыми не в кулак а прямыми пальцами как будто сжимаем плотный такой резиновый мячик и прямыми разжали раздавили с усилием в обратную сторону теперь кисть развернули примерно под 40 градусов к лучевым костям и сворачиваем в ту сторону как помните мы клиенту то же самое делали сначала между мизинцем и безымянным пальцем продавливаем потом между безымянным и третьим пальцем получиваю вторая точка и третья между пальцем самым длинным и указательную вот эту точку прожимаем продавливаем и скручиваем в одну сторону не сидим повторяем и в обратную сторону развернули и также после запястья кисть покручиваем в обратную сторону быстро проделали в эту сторону мы по-быстрому сейчас не будем долго на этом останавливаться в обратную сторону на сворачиваем кисть крутим вокруг своей оси теперь повернули кисть на 90 градусов и покрутили в одну сторону и в другую сторону целиком желательно хорошо уперлись загнутой кисти себе в бок и натянули локос на себя у кого насколько получится кстати руки отсекают когда делаешь массаж я делал пристает лунки вообще потом даже не могу сжать кулак можно вводить промышленные для разминки для надо разминать у нас самих достойное явление кроме того все вот эти вот растягивания они очень полезны суставов дополнительное питание для суставов это никогда не упускайте из виду что вам всегда нужно самим это все делать если хотите нам нужно и похрустеть тоже на самом деле миф что это вредно на самом деле это защита от всяких артрозов а те вот эти вот когда вот так пальцем держит это не вредно говорят что вредно это долго-долго вместе сочетал такой миф да на самом деле это полезно но я рисовал до что сустав у нас имеет замкнутую систему да и он как бы питание не получает прямой от сосудов диффузно питается поэтому чем больше мы его расшатываем раскручиваем вот мы сами можете каждый пальчик себе покрутить чтобы каждый шармер вот этот вот этот вот этот работали нажатие у него вот то же самое делаем клиенту клиент конечно может сам это все сделать да ну как правило люди ленивы и нету дешевле энергии чем деньги легче кому заплатить пусть другое сделать да но она еще она мы сидим для клиентов и для себя мы уже мы сами теперь этот прием простой на послуху по нам не знаю получите или нет хватаем вот так вот и выворачиваем полностью опа вот я даже не могу получено выпрямиться так получается и собраться на хатай вот такой молодости даже вот отверстия между порсов и голову даже вот такой вот такая гибкость была сейчас вы потеряли теперь пальцы берем свои собственные пальцы хватаем за нижнюю фалангу на самую первую до другими пальцами и вытягиваем ассенционер уперлись получается в крайнюю фалангу вот так и вытягиваем в противоположную сторону максимально на растяжку ну у тебя вообще гибкость потрясающая совсем тянется теперь большой палец берем и прикладываем его к плечи полностью коснулся в эту сторону буквально получается отличается тоже тренировка достигается все на себя с тренировкой и в противоположенство второй палец 3 не как ли а и полета давала поэтому не получается соответственно разворот полностью кисти вот как хотелось для растягивания ромбовидной мышцы потому что это тоже то что в основном болит возле лопатки это вот перекрестие ромбовидной мышцы и трапециевидный ромбовидную растягиваем следующим образом на себя руку тянем в другую руку в противоположную сторону потом чуть пониже лучше это нужно на одной стороне и еще чуть пониже через солнышек плетения через рёбра и повыше лёгкие упражнения делается на самом деле все за три-четыре минуты так и теперь по поводу энергетики и восьмерки это все тоже как бы из цигуна идет восьмерки этого перехода и движения но опять это сами массажем движения во вторых и перехода в том числе ну вставайте так что ли по свободнее что-то заместился станьте дети встаньте в круг куда поставили можешь вот сюда поставить так и зажать может значит я делаю энергетический массаж в том числе бесконтактным который тоже влияет на ауру человека где-то и соответственно пробивать энергетические пробки человека настраивает ауру восстанавливают но это отдельная история ну ты как бы в курсе это тоже делаешь вот мы как бы все это там сейчас полностью не будем делать ну хотя бы легкую энергетику мы можем почувствовать и настроить сами себе прижимите плотно и теперь попробуйте между ладонями почувствовать уплотнение она у всех разная у кого-то холодную у кого-то теплого у кого-то как какой-то электрический такой шарик что ли у кого-то как резиновый сгусточек может быть каждый по-своему чувствует у кого как и вот можно это расширить плотность добавить вот у меня уже такого диаметра с футбольным мячем примерно вот с баскетбольным мяч уже побольше в общем разница может быть колоссальная диаметр тоже можно раздуть до диаметра комнаты и когда мы работаем наша тут энергия позу вдоль человека начинаем руками массажем движение делается она начинает автоматически на весь как и включаться автоматически работа с энергией передавая ему не просто тепло до нашего поля и лечебный эффект в том числе и вот соответственно держим 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 шарик и теперь попробуем его вращать все стороны шевеля вокруг него ладони ну как бы диаметр же не меняю до ладонями мы крутим его во все стороны нужно повыше поднять собой сбоку покрутить почувствуйте его походить с ним еще будем ходить но теперь попробуем ему понять как у нас ходят руки 1 сюда 2 сверху через верх снизу получим вот он начинается принцип восьмерки через вверх вниз вот чувствуете у нас одна рука получается вот так ходит вот он восьмерка теперь начинаем эту восьмерку делать в глину вот себя вспоминайте бедра мы так массировали и крыла так и в глину массаж до леконожных мышц был теперь ширину влево вправо вот у нас были переходные моменты от ягодиц лопатки от лопатки и ягодицы сюда сюда по корпусу тела человека сходили и теперь подключаем к этому движению локтя тоже делаем восьмерку вот такие чтобы беречь поясницу я вам уже говорил да мы для этого вот туда правильно присел чуть-чуть приседаем приседаем у нас получается такая пожимистая поза переходим слева направо перекачиваем с ноги на ногу не торопитесь все это должно быть осмысленно туда пошел шаг туда и вес тела переносится те кто занимается дыхательной практикой ницебуин в том числе у них вот эта точка дантянь они ее продышивают продыхивают как сказать через нее входит энергия выходит и у них даже вот несмотря на то что человек я видел таких художественных человек такой костлявый а вот животик есть причем не просто живот а именно внизу и это видно что это не жир у него там прям плотность туда пальцем тыкал там как в деревяшку это как у певцов диафрагма вот они туда а ну да 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 оттуда идет уже да 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 правильно да они работают диафрагмы те кто неопытный певец пояс гордом да? поопытнее да вот эта диафрагма еще более опытная нижняя диафрагма да вот здесь покачивает пах вот эта часть да 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 вот эта часть да вот и соответственно к чему это говорит то что опускается центр тяжести чтобы он был ну обычно мужчина центр тяжести он выше чем у женщин он возле пупка находится и вот это наша работа в таком таком состоянии она мешает немножко поэтому опускаемся на тяжести опять же животом и дыша через эту точку да а у вторых присев присев и чуть попу так назад тянули чуть попу назад вот наша поза основная теперь в Багуа Цигун они ходят по кругу вот по квадрату примерно метр ну сколько там 70 на 70 сантиметров шага да? шаг примерно 70 сантиметров 70 сантиметров шага значит стоят ничего параллельно когда мы работаем с телом человека мы работаем с этой зоной вот перед нами да? нужно перейти чуть повыше зону да? разворачиваем на пяточки ногу и ставим примерно по 45 градусов с телом человека вот мы например начали гнать энергию растирать его вы помните что растирать его? достаточно быстро, синтетически растирались быстро быстро как удары в каратистах хо-хо-хо вот посылали в него энергию нам нужно перейти на другую сторону разворачиваем стоку параллельно да? подводим к себе и переходим вперед ну например вот в ту сторону подводим сюда еще раз на карточку раз подведи на него сейчас я покажу его еще подвернуть там очень просто на самом деле перенесли мест на одну ногу подвели встали вперед нужно встать сбок перевели сюда встали сюда вот сюда встали в двой стороны встали в двой стороны встали в двой стороны вот собственно говоря так мы и ходим вокруг стола и перемещаемся вдоль человека постоянно на согнутых ногах с переносом веса тела нужно на другую ну видя да я примерно по прямым углам ходил места мало ну так мируйтесь а телефон выпущен ну правильно сейчас я тебе еще раз покажу ты пропустил значит двигаемся мы по прямым линиям примерно квадрат такой отверни ногу поставим параллельно развернули по целых градусов поработать с этой частью человека перенося крестилась ноги на ногу надо перейти на другую часть перешли сюда надо развернуться и шли в двадцатом то есть вот так вот по квадрату попробуйте походить это все достаточно быстро прерывается упало на одного достаточно занятия то есть одна нога подтягиваем другую и старайтесь держать прямой угол давайте я отойду подсказывать того что давай попробуем и с руками правильно правильно с руками в руках остается у нас этот магический шар который оттягивается и наши движения подсказывают этому шару куда двигаться пришли дальше вот сюда ну чтобы не мешать я выйду с арены давайте попробуйте пробуйте так там нога где нога один там человек а ты тогда здесь делай да спину старайтесь вертикально держать и это сергей ты просто танцуешь казн ну я говорю брэк да брэк да брэк да нет мы не танцуем мы как бы вот именно точку свою ведем за руками ведущие руки и особенно центр между руками вот в этом шарике на него разворачивается наш корпус он за ним как бы следует по основам плавные и плавные движения да вот уже не получается уже нехорошо получается да так рассмысленно и разверни одну ногу в стопу на 40 градусов как будто звук от человека стоишь в ту сторону да посылай ноги туда вперед как вот в карате вот мы делаем ну да это от задней ноги да от пятки бедро плечо потом энергия пошла да тело человека запускаем обрабатываем ну например и круг да или руку или часть спины ну попробуйте пробуйте давайте не только перед собой и в бок тоже в бок Сергей у тебя ходят руки и ноги отдельно ты почувствуй что идет снизу иначе снизу идет через бедро через плечо потом иначе снизу но он разведился подчищу Ты, Руслан, не переносишь вес ноги на ногу стоишь посередине, как копаны, да, раз иди в любую сторону, хочешь сюда, хочешь в ногу разорачивайся, назад вот туда, да не стоп, 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 замыли, ногу назад переноси вес тела вот отсюда, в руку, вот, раз иди в ногу, вот, да и плавнее, теперь плавнее делай ну, тут желательно стопы не отрывать, вот, уже не получается, как бы, правильно, да стопа при этом вот так вот не ходит, она как прилипла ну, если уж совсем надо, да, не вытягиваемся а так вообще прилипшими стопами и вот, ну, потренируйтесь еще на досуге это бережет, ну, во-первых, это, как бы, подкачивает наши ноги, да, наш таз и бережет нашу поясницу все эти приемы ну, а дальше там есть приемы, которые, ну, как фитнес для нас, для нас, для нас, для нас надо уже на конкретном примере показывать ну, например, когда я там работаю с рукой я опять в этой позе, да, вот, стою вытягиваю ногу переднюю вперед и напрямую ногу нагибаюсь на странице задней сухожилия на ноге а вот время работы с рукой человека попробуйте, да, да, вот так и по обратной стороне, да, срочнулись ногу прямую натягиваем ее и работаем с ногой человека когда мы растягиваем, декомпрессируем со стороны головы в таз человека, да, нам надо вытянуться, и мы, соответственно, вытягиваемся через всю через всю тему вытягиваем свой позвоночник вперед ноги прямой, да ноги прямой, потому что нам нужно через ну, тут представь, человек уже, да надо через минуту протянуться вперед вытягиваемся когда делаем роллинг прием, да, вот этими параллельно идущими ногтями тоже желательно встаем и вдоль вытягиваем свое тело гимнастики для нас получается такая по сути, работаем с человеком приносим пользу не только ему, но и себе и следующий сложный прием попробуй, попробуй, хочу посмотреть как ты делаешь да, 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 да сильнее вытягиваем вперед так вытягиваем, да ну, вот, она спина прямая, да разгружаем свою спину когда делаем там ноги вот, вытяжку, да, или когда вот разводку делаем по спине то у нас работают грудные мышцы и лопатки мы сводим делайте, делайте, чтобы почувствовали мы сводим лопатки таким способом себя сколиозы бережем и мышцы у нас сработают и грудные и широчайшие следующий прием это волна то есть мы стоим, попробуйте сделать волну, просто ровно встаньте расслабили, да, суставы расслаблены и теперь головы грудная часть, живот, таз все пошло вперед и назад, таз то есть ваше тело должно ходить вот так из нее, как бы, да, да плавник, плавник вот, таз, получили давай, давай, еще раз голова, как бы, нет, подожди, голова сначала но я это, как бы, сначала головой поднырил, и потом все тело подпиняется ну, Сергей, хорошо стараешься, молодец да, вот ты, типа, знаешь, когда мюзикл «Русалочка» они там все вот так делали контисты, да шрыбки такие, понимаешь, под водой я, когда актерским мастерством занимался, мы тоже делали такие приемы волну прискали и вперед они весь спектакль вот так и вот так и вот так и вот так вот и теперь вспоминайте когда мы делали прием когда лодочки поплыли у нас, да, разводку вот это вот мы тоже, как бы, ныряли в тело человека и распрямлялись своей спиной распрямляли очень хорошо тренируют именно мышцы вертебральной поясницы квадратные вот эти мышцы ну, и, соответственно я, когда работаю с человеком у меня там у самого все хрустит и в ту сторону, и в эту сторону и на скручиваем своих, собственно, позвоночниках ну, это мы поделываем непосредственно уже на живой натуре сейчас в качестве приема чтобы вы поняли, как мы это делаем квадратные мышцы тянешься, ты чувствуешь, да? да, да да Сиди тут скажет какие-то мужики собрались здоровые что тут делать непонятно в воздухе вот, но вы должны понимать, что все у нас осмысленно почему вот мы записываем, да, вот эту последовательность нашего движения, да? почему мы записываем, ну, при массажных приемов я имею в виду почему мы записываем так подробно от чего до чего идем и постепенно углубляясь, да? потому что у нас все осмысленно даже наше собственное движение в этом процессе, оно осмысленно ну, сейчас мы перейдем к практике а те, кто нас смотрел только по видео зря вы это смотрите, по видео вы ничего не научитесь ну, хотя бы смотрите и повторяйте за нами, раз уж вы нас наблюдаете, да? а вообще, лучше приходите к нам на тренинги, мы вас всему научим с вами был Олег Аллат Гудвин и не забудьте поставить нам лайки, комментарии полезные позитивные, желательно позитивные внизу написать и поставьте значок на колокольчик, чтобы получать новые уведомления о новых полезных видео